Современные футбольные тренеры все чаще и чаще начинают доверять молодым футболистам. Еще вчерашние вундеркинды Киллиан Баппе, Джейден Санча и Жоа Феликс сегодня уже являются полноценными звездами футбола. Наверняка в будущем мы увидим еще не одного тинейджера, заявившего о себе в раннем возрасте. В сегодняшний топ попали самые талантливые игроки 2001 года рождения. О некоторых из них вы уже точно что-то слышали. Андер Бареничеа. Воспитанник команды Антигуоко, фарм-клуба Реал Сосейдад. Из стен этого клуба вышли такие игроки, как Хаби Алонсо, Микель Артета и Арис Адурис. В 16 лет Андер дебютировал за основу бело-голубых и стал первым игроком в Ла Лиге, который родился в 21 веке. В истории Сосейдада он стал вторым самым молодым дебютантом. Номинально Андер левый вингер, но при необходимости может играть второго нападающего. Он обладает скоростным дриблингом и в среднем 10 раз за игру идет в обводку. За прошлый сезон Андер провел 9 матчей и отметился одним голом, который помог донастийцам обыграть Реал Мадрид. В составе сборной Испании до 19 лет Баранче стал чемпионом Европы. Флуминенце всегда славился своей талантливой молодежью. Из их рядов вышли такие игроки, как Тиаго, Силва, Марселло и Ришарлисон. Жоа Педро – очередной их талант. Юный нападающий уже крутит позвонки противникам Флуминенце. На его счету 7 голов во всех турнирах за трехцветных. Педро второй по стоимости после Эвертона бразилец, выступающий в родном чемпионате. На подрастающую звезду уже обратили внимание большие клубы, но у бразильского клуба была предварительная договоренность с Уотфордом о переезде Жоа в Англию. И уже в январе 2020 года Педро пополнит состав шершней. Уотфорд потратил скромные 4 миллиона евро, хотя по оценке Трансфермаркт стоимость игрока 20 миллионов евро. Возможно, в Уотфорде надеются, что Жоа повторит путь своего земляка Ришарльсона и принесет в казну клуба огромную прибыль. Тиаго Альмада начал заниматься футболом в Академии аргентинского клуба Велес Сарсфилд. К взрослой команде его стал привлекать нынешний тренер Велеса Габриэль Хайнце. По словам бывшего полузащитника Реал Мадрида, у Тиаго впереди большое будущее. В прошлом году он провел 16 матчей в чемпионате Аргентины, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Быстрый прогресс позволил Тиаго в 17 лет получить вызов в сборную Аргентины до 20 лет. Альмада играет на позиции классической десятки, он обладает хорошим дриблингом и бойцовскими качествами, как его кумир Карлос Тевис. В команде молодого полузащитника уже нарекли новым Месси, а летом он был приоритетной трансферной целью Манчестер Сити и лично Пепе Гвардиолы. Но горожане повременили с трансфером, в текущем сезоне Тиаго пользуется полным доверием со стороны Хайнце и уже провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами. До попадания в Академию Монако Бенуа Бадьяшиль выступал за любительскую команду своего городка Лимош. В юношеской команде Монегасков Бенуа стал лидером защиты и был назначен капитаном команды. Прогресс молодого защитника отметил Тириан Ри и пригласил его в основную команду. После всего двух матчей в Лиге 1 Бадьяшиль дебютировал в Лиге Чемпионов. Вместе с Санну Амасенга Бенуа стал первым игроком, родившимся в 21 веке, который выступал в Лиге Чемпионов. Всего в прошлом сезоне провел 20 матчей в чемпионате и показал лучший результат в команде по точности передач. Бенуа Левша, что редкость до центрального защитника, и это делает его еще более ценным. Сейчас он железный игрок основы Монегасков и один из самых перспективных центральных защитников Франции. Ли Кан Ин получил свое футбольное образование в Испании. Он является продуктом Академии Валентии. За взрослую команду летучих мышей Ли дебютировал уже в 17 лет и стал самым молодым иностранным дебютантом Валентии и первым азиатом в истории клуба, сыгравшим матч Ла Лиге. Его прогресс в клубе привел к вызову в основную сборную Южной Кореи, но там на его счету пока только два матча. На прошедшем чемпионате мира до 20 лет Ли уже был в статусе местной звезды и легко стал лидером команды. Сборная Кореи уступила лишь в финале сборной Украины, а Ли был признан лучшим игроком турнира. Ли обладает прекрасным дриблингом и хорошим дальним ударом, но его главный плюс в универсальности – он может сыграть как атакующего полузащитника, так и на обоих флангах атаки. В нынешнем сезоне Ли забил свой дебютный гол за Валентию, а его отступные составляют 80 миллионов евро, так что за свое будущее Ли может быть спокоен. Прогнозы на любые матчи от ведущих каперов можно бесплатно получить прямо на свой телефон. Betting Insider – это главное приложение для тех, кто интересуется ставками, бесплатно как для пользователей Android, так и для владельцев iPhone. Открыв приложение, вы сразу увидите список самых популярных прогнозов на сегодня. Прогнозы оставляют обычные пользователи, можно посмотреть, находится советчик в плюсе или нет. Лучшие из лучших попадают в рейтинг, в котором разыгрываются 150 тысяч рублей каждый месяц. Качай приложение по ссылке в описании и выводи свой аккаунт в букмекерской конторе в плюс. Вильям Салиба начал заниматься футболом в 6 лет. Его первым клубом стал родной Бонди, в котором свою карьеру начинал Киллиан Баппе. А первым тренером Вильяма был отец Киллиана. Потом последовала Академия Сен-Этьена и первый профессиональный контракт уже в 17 лет. Уже тогда Салиба демонстрировал стабильную и надежную игру в обороне, чем помог зеленым попасть в зону Лиги Европы. Летом за французского центрбека боролись Арсенал и Тоттенхэм. Пушкари выиграли борьбу и отстегнули 30 миллионов евро, что стало рекордной продажей до Сен-Этьена. Но в текущем сезоне Салиба оказался во Франции еще на один сезон на правах аренды. Начало сезона Вильям пропустил из-за травмы, вернулся в строй в конце сентября и с тех пор провел в чемпионате Франции 5 матчей, в которых Сен-Этьен не потерпел ни одного поражения. По стилю игры Салиба похож на Верджила Ван Дейка. Будет интересно посмотреть, как развернется карьера молодого защитника в Англии. Такефуса Кубо в 10 лет был приглашен в Академию Бартелоны. До 2015 года выступал за Каталонскую Академию, пока не выяснилось, что Барса нарушила правила FIFA по трансферу игроков, не достигших 18 лет. Такефуса пришлось покинуть Испанию и вернуться на родину, подписав юношеский контракт с Токио. За основу Токио Кубо дебютировал в 15 лет и стал самым молодым автором гола в J-лиге. Все ждали камбэка Кубо в Барселону, но японский Месси оказался в Реал Мадриде. Летом японец вместе со Сновой Сливочных принял участие в предсезонном турнире, где неплохо себя проявил, но начать сезон в основной команде ему не удалось. В Испании строгий лимит на легионеров, да и на позиции Кубо сильная конкуренция. У Кубо было два варианта пойти в Кастилию или отправиться в аренду. Руководство Королевского клуба предпочло вариант с арендой и отправили игрока набираться опыта в Майорку. В текущем сезоне Кубо провел за Островитян 10 матчей, отметился одним голом и двумя ассистами. Габриэль Мартинелли начинал карьеру в футзальной команде Коринтиенса. Он показывал настолько хорошую игру, что его позвали в большой футбол. В 14 лет он стал игроком клуба Итуану, выступавшего в 4-м дивизионе Бразилии. Уже тогда он ездил на просмотры в Манчестер, Юнайтед и Барселону. В первый сезон на профессиональном уровне Мартинелли стал вторым бомбардиром чемпионата штата Сан-Паулу и помог Итуану сенсационно пробиться в четвертьфинал. Летом за почти 7 миллионов евро юный форвард перебрался в Арсенал. Первое время Габриэль получал считанное количество шансов от Унеа Эмери, но заставил говорить о себе после дубля в матче Кубка Английской Лиги. В дебютном матче в Лиге Европы Мартинелли оформил дубль и стал самым молодым игроком в истории Арсенала, забившим как минимум два мяча в Еврокубках. Теперь молодой нападающий имеет лучшие показатели по результативности, чем многомиллионный Пепе. Уже в 6 лет Мейсон Гринвуд поражал своим талантом тренеров Академии Манчестер Юнайтед. Поначалу он играл на позиции атакующего полузащитника, но из-за своего умения отлично завершать атаки, был переведен на позицию центр-форварда. Его стремительный прогресс опережал его года, и в 16 лет он играл за команду 18-летних. За два сезона в юношеской команде Гринвуд наколотил 34 мяча в 34 играх и отдал 9 голевых передач. Такие показатели заинтриговали даже Жозе Мауриньо, и летом 2018 года Мейсон участвовал с основой Мангунианца в предсезонном турнире. Дальнейшие перспективы Мейсона были связаны не только с его талантом, но и с доверием со стороны нового тренера Дьяволов Ули Гуннера Сульшера. Дебют Гринвуда в основе Юнайтед состоялся в прошлом сезоне в ярком матче с ПСЖ. Мейсон заменил в концовке матча Эшли Янга и стал самым молодым игроком в истории Манчестера, сыгравшим в ЛЧ. В текущем сезоне Гринвуд забил два победных гола в Лиге Европы, причем гол ворота Астаны сделал Мейсона самым молодым автором гола Манчестера Юнайтед в Еврокубках. В матчах Премьер Лиги молодой нападающий пока не забивал, но это только вопрос времени. Родриго Гояс – выпускник Академии Сантоса. В 16 лет он дебютировал за взрослую команду даже раньше, чем Наймар, с которым многие сравнивают молодого футболиста из-за одинаковой позиции и схожей техники. Первый гол за рыб Форвард оформил в Кубке Либертадорес и стал самым молодым футболистом в истории клуба, принявший участие в этом турнире, а также самым молодым в истории автором гола среди бразильцев. Кроме того, Гояс сверкнул на международном турнире Мантигуя, который проходил во Франции и обратил на себя внимание больших клубов. Долгое время наилучшие шансы заполучить игрока были у Бартелоны, но президент Сантоса Жозе Карло Парес заявил, что синий гранатовым не удастся подписать Гояса, пока та не погасит долг по сделке с Наймаром. В итоге, прошедшим летом, Родриго стал игроком Реал Мадрида. Дебют Родриго получился потрясающим, он вышел на замену и уже через 93 секунды праздновал забитый гол. В своем втором матче в ЛЧ Родриго сделал хет-трик и побил сразу несколько рекордов. Родриго стал самым юным автором хет-трика в ЛЧ и самым молодым бразильцем, который забивал в ЛЧ. Такое лихое начало может взвинтить голову молодому игроку, поэтому Зидан попросил общественность не давить на игрока.